От избы читальник оснащенный и современной библиотеки. Солидный возраст отмечает межпоселенческая районная библиотека. Ей 105 лет. Сохранить все полезное из старого и бережно отобрать самое лучшее из нового. Эта задача не из легких. Сохраняя традиции, такие как выдача книг, проведение различных мероприятий, внедрять новые информационные технологии, которые уже стремительно вошли в библиотечную деятельность, сделали более привлекательной для цифрового поколения пользователей, вывели библиотечно-информационную деятельность на качественно иной, более продуктивный, чем прежде уровень. Люди, которые много читали, конечно, они все состоялись. Состоялись и вы, те носители культурных, духовных ценностей, которые в своей жизни определили для себя главную цель – добро. От классики к современным реалиям и технологиям. Время не ждет, мир развивается, ритм жизни стремительно растет. В современных реалиях библиотека должна постоянно развиваться. Темп жизни нашего общества сейчас очень быстр. И читателю теперь не просто нужны книги, ему нужны возможности. Библиотека наша является по своим показателям одной из лидеров Московской области. Те формы и методы работы, которые мы сегодня увидели в ежедневном режиме, проводятся в жизнь. И хотелось бы сказать, что вы на сегодняшний день пример, как нужно работать. Поэтому вас с праздником. Это юбилей. Это праздник культуры. Культуры, которую несете вы нашим жителям. Появляются новые формы работы. Организация встреч с актерами и режиссерами. Выставки проектов. Так, в рамках празднования 105-летия в Щелковском районном культурном комплексе была представлена выставка «Читающий город». К 105-летию межпоселенческой центральной районной библиотеки также подготовили выставку под названием «Читающий город». Фотохудожник Яна Булаш в своих работах отразила тему читающих людей. На многих картинах люди известные в нашем районе. И главная тема, конечно же, люди читали, читают и будут читать. Люди в процессе чтения за книгой, за газетой, в кабинете, на свежем воздухе, в любом месте привлечь человека к чтению, чтобы взяли книгу, опять же, углубились в какую-то историю, чтобы отвлеклись от быта. Читатели, а именно для них в первую очередь работает библиотека, также пришли на праздник. Несомненно, в своей работе библиотека ориентируется на своих пользователей, понимая, что они очень разнообразны и у них разные культурные запросы. Ту самую классическую тишину, а точнее комфортные условия библиотеки помогают создать самые главные люди – сотрудники. Их в этот день чествовали и, конечно, награждали за столь отверженный и нужный труд. Библиотекари – такие вообще люди универсальные, обладающие многими знаниями, причем эти знания они умеют еще и применить. Но самая главная их черта, даже не столько в знаниях, сколько их душевности, отзывчивости, вежливости, доброжелательности, потому что мы работаем с людьми. И это такие самые главные качества, которыми обладают наши сотрудники. От прошлого к настоящему, от историй и уникальных архивных книг, так называемого Золотого фонда, к современной литературе и технологии. Книги и архивные документы определенно помогают найти нам ответы на многие вопросы. Но что совершенно точно и с уверенностью можно сказать, так это то, что библиотека – истинное царство информации и знаний, прибежище для одиноких и место встречи для друзей. Место, где можно не только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!